Доброе утро! В 1963-м в США был представлен еще один агрегат для снежных спусков — скайборд. Именно его считают предком сноуборда, ведь у этой доски не было веревки, приделанной к носу, и спускаться по склону нужно было со свободными руками. Следующий прототип сноуборда появился в 1965-м. Шерман Поппен соединил две лыжи и привязал к ним веревку, чтобы можно было ими управлять. Конструкцию, похожую на скейтборд без колес, назвали «снерфом». Уже через год в США было продано около полумиллиона экземпляров нового спортивного снаряда. В 1969-м Боб Уэббер создал другую версию сноуборда. Он добавил к нему крепление для ног и назвал «скайбордом». Спустя год серфер Дмитрий Милович огранил скайборд металлическим кантом. Так доска стала более прочной. Кстати, в основу его борда легла доска для серфинга. Сноубординг становился все более популярным. В 1982-м году Поль Грейвс организовал первый в США национальный чемпионат по сноусерфингу. Еще через 4 года провели и первые европейские соревнования по этому виду спорта. Наконец, в 1998-м году сноубординг официально включили в программу зимних олимпийских игр. Сегодня, если верить статистике, среди любителей зимних видов спорта 24% людей отдают предпочтение именно сноубордингу. Уверен, они благодарны тому, кто подарил им возможность испытать себя. Это был американец Том Симс, отец сноубординга и человек, который изменил мир. Продолжение следует...